всем здравствуйте кто смотрел прошлое видео знает что я начал строить мини трактор вот под этот реверс редуктор угловой который три цикла в этом видео продолжу делать сейчас все расскажу колеса у нас уже есть готовы и сейчас будем делать переднюю балку для передней балки у меня есть ступицы это с классики жигулевские вроде хорошие есть крестовина с пазика с автобуса вроде как с него потому что я когда его на металлоломе купил там это пазики разбирали скорее всего с него и вот есть такой кусок профиля 60 на 40 и стенка 4 или 5 миллиметров но толстый для начала мне надо вот это все разобрать а еще не сказал вот я докупил очень раз пулевую колонку и вот эту трапецию но рычаги эти все и также 4 ступую коробку купил уже как сказал надо сейчас вот это все разобрать вот четыре болта и обычно они откручиваются но не выбиваются обычно они внутри там закисают вот эти два особенно и не выкручиваются сейчас попробую выгрузить все равно ну так и ну и и вот Продолжение следует... 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 Понятно, шаровые на ступице я установил. Нижнюю, у нижней шаровые одно ухо отрезал. Вот, что на этой, что на этой. Так шаровые устанавливают, то, чтобы здесь места было больше, колеса вот эти передние и так маленькие, ну, и чтобы шаровые туда вниз, сильно низко не висело. Это при обработке земли, окучивание, копание, картофеля. Вот это. Для этого так ставлю. Ну, сейчас надо их, ну, ступицы крепить. Вот эти я давно делал уже. Еще когда предыдущий трактор делал. Ну, сейчас закреплю. Сейчас надо уголок найти, прямой желательно. И на него закрепим вот эти. Ну, как они? Не знаю, как называются. И к ним уже прикрутим ступицы. Ну, на нужную колью. Ну, сейчас все покажу. Уголок нашел. И вот эти кондукторы, я вспомнил, как называется, закрепил уже на уголок. Ну, здесь тесами зажал вместе с уголком. А здесь струбцинами. И прикрутил к ним уже ступица шаровыми. Вот эти шаровые надо выпрямить, чтобы они, ну, вот так ровно были. И по центру померить, чтобы это... Ну, какое расстояние тут будет. Ну, я уже померил 48. И здесь сейчас, на этом швеллере, это швеллер 60 на 40. Стенка, ну, четверка или пятерка толстой. Отмечаем. Ну, 48. И сверлим отверстия. Вот такого вот диаметра. Ну, сейчас это все просверлю. Сделаю и потом вам покажу. В профиле я отверстия просверлил. Ну, вот это. Это на 44. Коронкой просверлил. Ну, и эти отверстия на 8. Чтоб крепить шаровые. Просверлил только два отверстия. Ну, так как третья не влазит. Но на предыдущем тракторе я тоже так же делал. Все хорошо держится. Я еще не сказал, сколько здесь сделал. Здесь я сделал 73. Расстояние между вот этими пластинами. Померил колью. Ну, а на 72. 71,7. Если точно быть. А 73 сделал то, что вот этот диск, он с той стороны прикручен. Ну, и как бы на толщину вот этого металла. Ну, я думаю, это как раз будет. Ну, чуть может больше 70, чем 72. Но тут все равно эта покрышка толще, чем эта. Даже если там на полсантиметра будет колья у этого побольше, то ничего страшного. Ну, сейчас прикрутим эту балку. И потом расскажу, что дальше делать буду. Верхнюю перекладину я прикрутил. И сейчас надо вот сюда вот как бы стойки такие делать. На предыдущем я делал вот из такого же, из такой же профильной трубы. Вот. Одну стенку вот эту вот отпиливал. И из нее делал. Ну, у меня сейчас есть швеллер шестой. Думаю, из него сделать. Ну, чтобы это не пилить. Не, еще один кусок есть, небольшой. Так-то бы и это хватило. Но тут проще будет. Сейчас вот напилю эти стойки. Ну, а потом, дальше вам покажу, что делать буду. Профиль я напилил. Вот этих два маленьких кусочка. И сделал ушки. Они сюда вот так вот будут прикручиваться. И потом уже сюда вот швеллер будет ставиться. Ну, вот так. Я вам не показываю сейчас другой рукой. Ну, вот так. Сейчас это все приварим. А потом уже можно будет разобрать это все. Ну, и хорошо обварить. Сейчас этим будем заниматься. Швеллера приварил. Здесь усилители поставил. Ну, вот эти вот уголки, которые здесь отпилил, сюда их приварил для усиления. В общем, благодаря кондукторам все вот это вот ровно получилось. Что колеса сейчас прямо будут стоять. И так все тоже ровно. Ну, то, что без них тяжело это все сделать ровно. И красиво. Ну, в принципе, тоже возможно. Сейчас вот думаю сделать сошки. Ну, сошки меняешь местами. Это, которое здесь было. Они, как бы, вот так смотрят это. Ну, вот она вот так стоит. Пальцами. Ну, как наконечниками вниз. А чтобы тут места было больше, надо наконечниками вверх и местами их меняешь. Ну, а из-за того, что здесь вот, как, ну, нету места из-за этой вот шаровой, я эту сошку переделываю. Ну, вот эту вот отпиливаю и по-другому ее привариваю. Ну, сейчас отпилю и вам покажу. Сошку вот так распиливаю. Потом здесь кусок отпиливаю и вот так вот свариваю. Ну, а сейчас откручу еще, по кругу обварю хорошенько. И все. И вот такая вот сошка получается. Я смотрел, некоторые вообще на одном болту даже оставляют. Ну, я так подумал, что это слабовато будет. Из-за этого это. Ну, вот так переделываю сошку. Это не сильно долго. А сейчас обварю все и вам покажу. Сошки я обварил и прикрутил. Ну, я уже, можно сказать, показывал. Что тут? О, заварено, в общем. А вот так вот, да, видно. Все, вточил, все хорошо. Все проварил. В общем, угол Аккермана, ну, это, если отсюда брать, проводить вот через эту и должен на середину моста выходить. Он почти совпадает. Даже, ну, совпадает. По-моему, я чуть-чуть вот тут его подрезал. Тут вот есть место. И он точно совпал. Ну, сейчас не видно. Но когда трактор будет, надо будет посмотреть. Может, тоже надо будет подрезать. И как раз тогда еще и угол поворота. Мне кажется, и так хороший угол. Вот тут она начинает упираться. Тут я вот подточил. И с той стороны, там тоже, ну, здесь чуть-чуть подточил. Ну, чтобы колесо больше поворачивалось. Ну, здесь швеллер, он толстый. И так никуда не денется, то, что подточил. Ну, сейчас мне осталось это установить крестовину. Ну, кусок кардана. Вот он у меня тут лежит. Я его уже показывал. Ну, его надо разобрать. Вот это убрать. И остальное надо будет приварить. Вот здесь вот буртик. Наверное, его тоже это стачу. Ну, чтобы когда там прикручиваешь, чтобы не мешался. Сейчас этим буду заниматься. Ну, сейчас разберу вначале. И потом буртик буду точить. Крестовину я приварил. Ну, не показывал. Что тут показывать? Эту стачил, разобрал и приварил через пластинку. Она на 12. 12 с толщиной. Чтоб она это хорошо ходила. Но сейчас тут все горячее. Все это двигается. Все хорошо, все плотно. Ну, сейчас думаю надеть колеса. И посмотреть, как она с колесами смотрится. и померить, сколько получилось колея. Колеса я на балку установил. Ну, и сейчас померяем. Сколько получилось. Одной рукой неудобно. Ну, вот там где-то это. Посредине. Ой, нет. Не смотрю. Ну, и здесь вот 72. В общем, как надо получилось. Колея. Все хорошо крутится. Все поворачивается. Здесь подложил, чтобы не падало ни в какую сторону. На этом это видео я закончил. Переднюю балку я доделал. Ну, и в следующем видео будем собирать это все в кучу. Делать раму. Ну, может быть, еще и коробку установим. Мне вчера пришел двигатель. Ну, лифан. Заказывал на зоне. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok